Церковь впервые Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Его это Нерона И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всеобщую ненависть Внимание, своими мерзостями, это про нас с вами И кого долба называла христианами Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу И не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме Куда-то всюду стекается всё наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащим к этой секте А затем по их указаниям и великое множество прочих Изблечённых не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому Внимание, изоблечённых не столько в поджоге, сколько в чём? В ненависти к роду людскому В чём Рим обвинял нас? Это пишет римлянин В ненависти к роду людскому Вы все ненавидите род людскую Вот я римлян, а вы христиане Вы для меня вообще ненавидите род людскую Вопрос А почему римляне думали, что мы ненавидим род людскую? Друзья, просто вам вот лёгкий эксперимент Когда вы спаслись? Компании Тосты И не пьют только Или ты больной? Да, я на камеру пишется, я не буду этого говорить там или кто-то, понимаешь? То есть ты стал Понимаете? Я когда уверовал, я помню Думаю, пойду к своим попроповедую Захожу во двор, никого нет Никого нет, ни души Думаю, где я все они? И иду к Василю Звоню Слушайте, у Василя день рождения Вся честная компания Я испортил им весь праздник Чем? С собой Понимаете? Потому что все сидят Да, ну в общем, мне нужно вам объяснять, что я как бы Понимаете? Это только маленькая демонстрация Теперь, смотрите Рим Ни одно праздненство не обходится без жертвоприношения То есть это вообще вы должны понять Теперь христиане туда не ходят Почему? Идешь, приносишь жертву там Зевсу тому, пятому, десятому Мы с вами туда уже не ходим И все как на парад Первое мае, так сказать, девятое мае Вы понимаете, что для людей это? А мы все сектанты Вы улавливаете вот эти вот параллели, да? Мы ненавидим рот людской Все как люди, нормальные, маевочка, на шашлыки А они что? Молебен, молебен устроили Ужас Спасать надо людей Куда попали? Все, кто попали, понимаешь? Мозги промыли А и все такое прочее То есть дальше Потом мало того, что там жертвы богам приносили Я извиняюсь, там же еще не потрубы какие-то были Ну то есть Это же не то, что там офелия или что-то еще Там страх, страх был И христиане Господи И я лучше дома посижу, понимаешь? В Найт-Энда поиграю То есть и поэтому христиане Ну они просто потому, что они вышли из этого мира Потому что, ребят, что там делать, понимаешь? И поэтому Тацет говорит Да это же просто, они ж рот людской Они ж все человеческое, шо? Да ненавидят они все человеческое То есть понимаете, для него это просто Я помню, когда уверовал в армии Сидит один там Очень хороший был прапорщик, по-моему Сидит Говорит, я все могу понять Я это могу понять Я это могу понять Но этого я понять не могу Я не буду говорить вам сейчас, чего он не мог понять Это в мой адрес То есть Сволочь ты, в общем Ну это то Это его послание мне было, в общем Да, что все мужики как мужики А это самое, в общем То есть А я сижу А как мне ему объяснить? Вот как мне ему объяснить? Никак Он может меня понять Только если он придет ко Христу Пока он к нему не пришел Ну просто Я ему на пальцах буду раскладывать Он скажет Понимаете? Вот Но это легкая интерпретация того Что происходило там Понимаете, да? О чем речь Мы закончили или там еще что-то есть? Нет, ну тут еще много Нет, нет, нет Вот его цитаты этого Закончили, да? Окей, да Всю книжку читать не буду Хорошо, друзья Ну вот поэтому То есть Ненависть к роду людскому Потом там куча было Но знаете, что я с удивлением нарушил? Тут было дело Я ехал с Симферополя И такой Пошел уже человек со мной едет И мы с ним разговорились Это бывший при Советском Союзе Глава Секретарь района Правильно я сейчас сказал? Да Секретарь района То есть это как Вы поняли, что я сейчас сказал? Это как район Это глава района Да, только там секретарь был И он очень хорошо мне рассказывал Как дело было в Советском Союзе Как они Крым расстраивали Как они курятники строили Мне понравилось И он говорит У меня была одна комнатка В Алуште там И они То есть это огромная разница От наших сегодняшних Огромная разница Вот Но потом он что Потом Америка все нас развалило Ну это другая была И потом он говорит Вот эти Как-то мы коснулись сект Я уже не помню как И он говорит Это ж они закрываются Выключают свет Дядя С какой ты планеты Короче Пятый элемент Или откуда ты взялся Думаю Ну уже столько же Ну ладно Там в Советском Союзе Тебе мозги промывали Я ему что-то хотел сказать Как-то объяснять Что у нас там заблуд Из церкви выгонят Знаешь Ну что ему еще там объяснить Ну как Ну как Ну что мне тебе еще сказать Я говорю Стоп Вы это видели? Просто мне уже стало интересно У вас такие данные Говорю Откуда вы их взяли? Ну это ж Ну он с таким серьезным Понимаете? Короче говоря Когда я начал изучать историю Что вы думаете? Христиане выходили Их спрашивали Где вы были? Они говорили Мы были На вечере любви Имея ввиду причастие И что Каждый думает В меру Да Тем местом Понимаете? Извините И те же самые обвинения Что вот То есть Все одно И потом уже Афиногора Пологет Он уже там Во втором веке Чуть позже Он им писал Он Марку Аврелию писал Да что же вы говорите Да вы посмотрите на своих богов Да они у вас такое творят Что Мама дорогая Понимаешь? А вы это нам приписываете Тем У которых нормы Ну Морали в церкви такие И вы знаете об этом Как вы вообще можете То есть Обвиняли За вот Страшные вещи Чуть ли там не То есть Я думаю Тю Так а ничего изменилось 2000 лет прошло Те же самые обвинения Так что все нормально Слава Богу Святые Все хорошо Да сплошные у нас тут Апологеты Репцентр позовем Как на Апологетет Так что Мне кажется Я извиняюсь Нет Есть 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 Клайв Степл Юис Потрясающий Апологет Вот А вообще Время сейчас Так быстро развивается Друзья Что каждый год уже Тут не успеваешь За ересами За косяками церкви Не успеваешь Апологететь Как не Кинс Кэпитал Так еще что Не будет Вот Но Не будем о грустном Но Иисус Господь Вообще Знаете Когда я читал Думаю Ну как же Когда же уже не будет У нас проблем Когда же уже Косяков не будет Друзья мои Будут всегда То есть Поэтому Просто храните Себя Хорошо Давайте Цигель Цигель Нам нужно Перейти Срочно Во второй век Значит У нас Пишите Переписка Плиния С Трояном Переписка Плиния С Трояном Императором Становится Троян Вот этот вот Домициан Помните Да Который там Брата казнил Откуда знаешь Переписка Плиния С Трояном Домициана Короче Как и Нерона Свои же Из-за того Что он С головой Не дружил Они его убрали В 96 Году После него Нерва Побыл там Два с чем-то Года И воцарился Троян С 98 По 117 Год Это такой В общем-то Ну Ну Уже Адекватный Человек Давайте так Скажем Теперь Римская Провинция Вифиния Если у вас есть Человеческие Библии Там есть Карта И вы можете Увидеть Где это Но образно Я вам скажу Так Вот Черное Море Наше Да Друзья И вот Тут пролив Этот Который Называется Босфор По-моему Да Стамбул Вот здесь Да То вот Вифиния Это вот здесь Вы поняли Где это Да Это по-нашему Юг Это северо Запад Турции Вот Плиний Хороший Тоже Очень Кстати Такой Ну Я бы так Сказал Нормальный Римлянин Абсолютно Адекватный Человек Он становится Наместником Здесь Он приезжает В эту Свою Область Плиний И знаете Что он там Обнаруживает Слушайте Масса Христиан Храмы Языческие Опустили Практически И продавцы Этих Жертвенных Животных Мы же Обанкротились Помните Деяния апостола Там где Продавцы Великарти Мидоэфейская Кипиш Устроили Так что Это не сказки Это как бы Ну Такие Прецеденты А это Жерим А это Жерим А это же Извините У нас Что Пантеон Богов И Плиния Задачен А христиане Это кто Это вообще Никто Это Религия Вне закона И он Начинает Своё Вот такое Вот в общем-то Движение Он начинает Своё расследование Что со всем Этим делать Ты просит Значит Ему составляют Список Крестьян Вот Вот вы Все здесь И он по одному Начинает Их призывать Кто такие То есть он Просто для себя Проводит Мониторинг Что это вообще Такое Потому что Вдруг прецедент Он Ехал там Римствовать Так сказать А приезжает А там у него Непотребство Храмы пустые Эти обанкрочены То есть Надо же Наводить порядок Он же Римлянин Вот И Начинает Он начинает Естественно Подозревать Что-то Здесь Не то Начинает Выяснять Там все Ничего Не может Понять Он не Находит Чего-то Страшного Все Анализирует Анализирует Ничего Страшного Не находит Ну Как бы Специфические Ребята Ну Криминала Грубо говоря Он не Не видит Тогда Он Говорит Хорошо Стоп 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 Значит Начинаем Сначала Что мы Делаем Пожалуйста Молимся Богам Воскуряем Фимям И проклинаем Христа Чтобы Мне голову Не морочь Что делают Христиане Хороший Ты человек Часть Отказывается А часть Покурили Не затяжку Часть Это делают И здесь Он сталкивается То есть Часть Сделали Допустим А часть Отказывается Он говорит Чего ты Отказываешься Я не могу Чего ты Не можешь Ну Воскури Фимям Ну Принеси Жертву Ну Прокляни Ты Какого-то Там Для него Это вообще А он Не буду Как не буду Ты что Не понимаешь С кем ты Говоришь Понимаю А проклинать Не буду Ты что Вообще Не сумер И он Натыкается На что На упорство И это Его возмущает И вот здесь Грянула Буря То есть Он не видит В нем Он Проанализировал Их дела То есть Ничего Вот Как бы Криминала Нет Говорит Ладно Меня надоело Давайте Воскуряем Жертву Приносим Проклинаем И все Свободны Хорошо Там У кого-то Дрогнуло Тот Быстренько А часть Конкретно Уперлась И вот Его возмутило Что Упорство Упорство Его возмутило И он Начинает Суд За судом А этот Говорит ему А у меня Киевское Гражданство Прописка у меня Киевская Я римский Гражданин Римский Гражданин Пожалуйста В Рим То есть Он Нормальный Римлян Он не Самодор То есть Римляне Киевлян Пожалуйста Киев Но В итоге Все-таки Совесть ему Говорит И Фактически Что Он кроме Упрямства Греха В них Не находит Согласны Со мной Или нет Ну Как бы Брать их Не за что Обвинить Что он делает Он пишет Письмо Трояну Императору Да Переписка Линия С Трояном И вот Он задает Он Описывает Ситуацию Трояну Христиане Храмы Опустили Что делать Потом он Еще думает Ладно Что-то там Все-таки Не чисто Он берет Двух служительниц Подвергает Им Сильнейшим Пыткам А они Сообщают То же самое В субботу Собрались Три Аллилуйя Объявления Три Аллилуйя Быстрых Объявления Две Аллилуйя Медленных Валентин Романович Детей Блассовили Все Разошлись Подаван Сообщили Все то же самое Что ему Уже было Известно И он Он отправляет Это Трояну Значит Ну То есть Он нормальный Ну В смысле Нормальный С точки зрения Рима Вот Что мне с ними делать Значит Что ему отвечает Троян Император Он говорит Ну Давай так Общего Правила В отношении Христиан Не существует Он говорит Характер их Преступления Таков Что специально Их разыскивать Не нужно То есть Время На них Не трать Их Не разыскивать Но С другой стороны Если против них Вдруг Выдвинуто Обвинение И Они Отказываются Отречься От Христа Тогда Их Надлежит Наказывать Вплоть До Но Если кто-то Из них Там Все нормально Готов Воскурить Там Все что нужно То Говорит Таких Вообще Без проблем Воскуряют И Свободят Анонимных Не принимай Потому что Под эту дудочку Можно сразу Начать Что Ну там Ага Пятерочку должен Я состряпываю документик Что ты христианин Тут он Ограничивается И вот Вот этот документ Трояна Фактически Будет действовать До 313 Там Будут Куча Еще Других Документов Но Вот Эта Позиция Что Рим Мы Христиан Специально Не Ищем Так Так Но Если Вдруг А Что Значит Попался Ну Мне Игорь Нравится А потом Бац Он Мне Разонравился Ничего Не Отвечает Я его спрашиваю Он сидит Молчит Только Конспектик Пишет Надоел Он Мне Я беру Что Я его сдал Говорю Так он Христианин Вообще Что Вы В него Морочите Игорь Ты Христианин Иди Сюда Мил Человек Хотя Реально Все Здесь В этом Виновны Но Уже Прецедент К нему Понимаете Вопросы И Вот Так Тертулян Спустя Сто Лет Как Юрист Отец Церкви Он Ну Как Б Там Пух и праг Говорит Вы Что Делаете Говорит Римляне Это Рим Это Закон Говорит Что Вы Говорите Говорит Время Не Тратьте Значит Невиновны Если Схватили Значит Виновны То Где Логика То Как Это Так Говорит Наказание Без Расследования Как Это Такое Может Быть То 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 Суть Была В том Что Что Произошло Рим Столкнувшись С христианами Они Не Могли Их Судить За То Во Что Они Верили Но Когда Извини Рим Брал Христианина За Барки И Требовал Воскуриси Там Фемиан Христианин Проявлял Неуважение К Римскому Суду И вот Здесь Возникал Прецедент То есть Грубо говоря Христианин Был Виновен Не в том Что Было До Суда Христианин Становился Виновен В том Что Происходило Во Время Суда Ах Ты Отказываешься Подчиниться Суду А это Это же Прецедент Понимаете Тогда уже Давай Совершенно По-другому И вот Эта Позиция Троянов Этот указ Он действовал Как бэкграунд Понимаете Он был Всегда Уловили Этот момент Да И вот Это То Что Начало Выработки Теперь Марк Аврелий Слышали Такое Дело Значит Смотрите Давайте Так Вот это Первое Гонение Мы его запишем У нас Как Как сестра говорила Какой год Молодец 111 год Так и запишем Это переписка Плиния С Трояном То есть Вот Первое Это мы Перешли с вами Во второй век Помните Мы сказали Три гонения У нас Где было В первом веке Да Внутри Иудейское гонение Нерона И Доминициана Вот у нас Первое гонение Во втором веке Это 111 год Это переписка Плиния С Трояном Она заканчивается Вот этим вот Постановлением Которое действует Плоть до 313 года Теперь Второе Это у нас Идет Друзья мои Друзья мои У нас с вами идет Да Но Если год этот Смотрю Ну это он Начал Царствовать Там 177 В Леоне Когда же он Издал Ну давайте Хорошо Давайте 161 Возьмем Как начало Его царствования 161 161 год Марка Врели Слышали Такого Человека Да Он в кино Там Вот этот Вот Кино Как он Как Нет Не 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 Патриот Не Патриот Не 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 Патриот Этот Гладиатор Спасибо Гладиатор Там Комод его Задушил И в общем С комодом Гладиатор Потом Вы поняли О чем Речь Молодцы Святые Я вас уважаю Вот так и делайте Дальше В общем Не смотрите Про Софин Был Известный Значит Слушайте Марк Аврелий Если вы сейчас Просите неверующего Я имел с неверующими Общение Они восторгаются Марком Аврелием И на самом деле Даже вы о нем Слышали Потому что Это фигура Мало того Что он там Ну Послушайте С точки зрения Руководителя Это вообще Шикарный человек Вот как бы Как Если давать ему Оценку Как историческое Личности Более того Мало того Что он там Как будто бы Честный Почему как будто бы С римских позиций Он честный Он еще и философ Он там Ставил томик Размышлений То есть Который Там считается Чуть ли не превзойденным Трудом Второго века И я имел общение С неверующими Они О Марк Аврелий Это просто Вот Как Фу Как знаете Как светоч В темном царстве Что Что у него было Там Когда он начал Царствовать Империя начала То есть Проблемы были В империи Он Хотел Восстановить То есть Как Руководитель Марк Аврелий Был В общем-то Очень Полковым Человеком Там Начались Вторжения Варваров Вы понимаете О чем речь Потопы Эпидемии Но При всем При том Что он был Честный Римлянин То есть Почитали бы Его принципы Они бы Вам понравились Но за всем этим Знаете что Он был человеком Суеверным Он ни одного Решения Не принимал Не поговорив С правительствами И не принеся Жертву И для него Было важно Что Угождаем ли мы Богам А тут у нас Кто Развелись Христиане У нас Развелись Понимаете Атеисты Которые вообще В богов не веруют И Марк Авриэли Для него Христиане Становятся Огромной Проблемой Поэтому Очень быстро Марк Авриэли Параллельно всему Издает указы О гонении Вот Как бы Когда мирские Его оценивают Они как правило Об этом не говорят Но мы это видим То есть Он решил наводить Порядок в классе Но кто же нас гадит Все время Христиане Понимаете И Ну вы знаете Гадили не христиане Гадил другой Но в общем Для него это были Очень быстро И там К примеру Была такая Вдова Фелиция Просто пример Один из пример Гонений Это была вдова У нее было Семь сыновей Но она пошла Полностью Служить в церковь То есть Церковь взяла ее На содержание А она День и ночь Служила в церкви Она была настолько Ревностной сестрой Что языческие Жрецы Возревновали Просто ее ревности О Христе И написали На нее донос Там ее В суд Начали ее Там мариновать Отрекайся В общем Фелиция Не сдалась Ни в какую Я от Христа Не отрекусь Она стоит Смеется Ну Над всеми Осуждающими Приводят Берут Семь сыновей А тебе Что их Не жалко Они уже Взрослые Начинают Сыновей Прессовать Она каждого Из них Уговаривает То есть Вся семья Остается Твердой В отношении Приходит В общем Приходит Донос Протокол Суда Марку Аврелию Марк Аврели Говорит Казнить каждого В разных Концах Рима Чтобы Умилостивить Богов Ну Вот вам Марк Аврели Всех казнили Потом был такой Иустин Я уже очень Все сокращаю Он Философ Можно много Говорить о философии Это отдельный Разговор Но он открыл В Риме Школу Истинной Философии То есть Он Он брал Философов Греческих И просто Бомбил их Истинной Философии Христианством И он Просто порубал Там одного Языческого Философа И он пошел На него Состряпал Кляузу И Иустина Он известен Как Иустин Богослов И так же Как Иустин Мучеников Тоже во время Марка Авреля Колоссальные гонения Были в Галлии Во Франции 177 год Что там произошло Вначале Христианам Просто Запретили Участвовать Вообще Показывать Свои лица На общественных Любых Там Собраниях Просто Чтобы вас там Не было Потом Вдруг Там Христиане Сгали Написали Письмо В Малую Азию Они описали Вот эти гонения Которые приключились Там были Описаны В их письмах Вдруг Толпа Начала Резко Хватать Христиан Бить Закидывать Камнями И Несколько Христиан Поволокли В суд Бросили В суд Выходит Человек Который Предстался Как Ветия Погат И говорит Я буду Их Защищать Они говорят Ты что Христианин Он говорит Да И его сюда В общем Этих Осуждают То есть Начали Одного Схватили Христианина По имени Санг Начали пытать Все что он Повторял Во время пыток Я христианин Я христианин Я христианин Так он И умер С этими Словами Фактически Фактически Там было Так что Набросали Так много В тюрьмы Христиан Что когда За ними Приходили Они уже Были Мертвы Потому что Просто Задыхались Люди Это вдруг Вот Это все Гонение При Марке Аврелии В этом Томике Своих Размышлений Марк Аврелий Упомянула Христиан Удосужился Но он Написал Что Да Говорит Те кто Расстаются Со своей жизнью Это конечно же Христиане И В каком-то смысле Это пример Но говорит Хуже всего Что они Сделали Делают это Из-за упрямства Из-за безрассудства То есть Ладно бы Отдавали жизни Во имя там чего-то То есть Римлян По-прежнему Их Просто Вот Они не могли Понять За что Ты отдаешь Свою жизнь Ни за что За пшик То есть За что-то Несуществующее И в этом плане Происходил Огромный конфликт У римлян С христианами Они по-прежнему Не могли Паять Что вы упорствуете Отреките за своего Христа Вот это упорство Христиан Оно прошло Вот все вот эти Годы Как Потом его сын Камот Который в том фильме Там играет У него любовница Ну как поймите Не любовница То есть наложница Фаворитка Была христианка И он уже все эти Гонения Как бы там Свел на нет Потом в конце У нас есть Я уже заканчиваю Семптимий Север у нас Это Север Извиняюсь В 202 году Семптимий Север Становится Императором Знаете что он сделал Опять Проблемы В империи Север Семптимий Север Что он делает Он Опять Опять Проблемы В империи И он Опять Усматривает Как и Марк Аврелий Только еще больше Что проблема Таки в том Что боги От нас Отвернулись А почему Боги Отвернулись Да потому что Храмы пустые А почему Храмы пустые Да опять Эти христиане И вот что он делает Он Говорит так Не вопрос Пусть Все себе Веруют Но У нас Вы слышали Такое Культ Непобедимого Солнца Знаете Почему Рождество В декабре Это все Культ Непобедимого Солнца К этому Деньку Римлян То есть Культ Непобедимого Солнца И он Говорит Так К примеру Этот верит Там Чингачгуга Это верит Там Войгог Он говорит Не вопрос Я верю В Чингачгуга Ты веришь Все это хорошо Но выше всех Непобедимое Солнце То есть Если твоя религия Это признает Ты существуешь Если твоя религия Не признает То есть Он допускает Симтеми Север Любое верование Но пусть Твое верование Признает Над собой Культ Превосходящий Культ Непобедимого Солнца И там Верование Не вопрос Мы своего Чингачганга Будем верить Но Согласимся Что там Где-то Культ Непобедимого Солнца И кто у нас Упирается Иудеи Две группы Две группы Уперлись Христиане Иудеи И тогда Жесткий Симтеми Север Издает Запрет На распространение Этих верований И вот здесь Помните Нашу Перпитую Почему там Страдали Учителя И новообращенные Если ты уже Христианин Ну ладно Так уж и быть Но ни в коем случае Нельзя было Обращать Новых людей Вот была Характеристика Этого гонения Что особым Гонением Подвергались Новообращенные И те Кто занимался Их Подготовкой Да Наверное Тех Кто уже Не трогали Но попробуй Только пойди Кого-то С улицы Возьми Да Где-то Это Так же И детей Запрещали Вот вам Кстати Хорошие Аналоги Ирине Ирине Леонский Тогда погиб Отец Церкви Очень известный В Галлии Отец Оригена Погиб Климент Александрийский Был вынужден Бежать То есть Все эти Друзья Все это Очень серьезные Были гонения Все это Были очень серьезные Гонения Мы очень быстро О них упоминаем Но По сути Вот они Понимаете Они как были Как гром Среди ясного неба Да И они всегда Наносили сильнейший урон Итак Сегодня мы на этом Остановимся Я вам скажу так У нас еще с вами Осталось изгонений Два Есть четвертое И есть пятое Мы уже завтра С вами о них договорим Хорошо? Да